Веды Веды. Считается, что эти священные индийские писания являются одними из самых древних в мире. Они передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Оригинальные Веды были написаны на древнем санскрите, языке, на котором говорили в Индии тысячелетия назад. На протяжении многих веков Веды передавались устно в стихотворной форме. И только гораздо позднее были записаны и переведены на многие современные языки. Эта культура Вед, она на самом деле стала источником изначальных всех духовных знаний. Даже современные религиозные направления разные, они так или иначе были связаны. Гададхар Пандит жил и проходил свой духовный путь в Индии более 8 лет. За это время его самой выдающейся и плодотворной работой стал перевод книги Махабхараты. Издание стало первым в мире, переведенным напрямую с санскрита на русский язык. Оригинал состоит из примерно 5000 стихов на санскрите. И он был написан знаменитым мудрецом, философом древней Индии Мадвачари. Махабхарата является одной из самых поразительных книг известных человечеству. Ее по праву называют энциклопедией ведической культуры. Практически все сферы жизни ведического общества нашли в ней свое отражение. Но главная тема Махабхараты – это, конечно же, раскрытие самой природы религии. Попытался здесь донести ту мудрость, которая изначально была заложена в этом эпосе. Она несет много культурной информации, знания о душе, знания о Боге. Очень удивительные, увлекательные истории. История великих царей Индии. Эпос Махабхараты имеет множество приключений, которые произошли с этими царями. Их звали пандавы. Здесь как раз на картине, на передней обложке изображены, это было пятеро братьев и царица Драупади. Что ценно мы можем почерпнуть, насколько гармонично они жили и общались, поддерживали друг друга. То есть одна семья, они постоянно были совершенно неразлучными. Сегодня мы сейчас проводили богоприятную церемонию, называется Пуджа. Она выражение почтения. Древняя церемония, уже из поколения в поколение, многовековая. Это раковина. У нее еще, когда Кришна был на земле, он тоже втрубил. Это предвещает богоприятное событие какое-то. В этом обществе сознание Кришны нашли духовное пристанище уфимцы, для которых индийская культура больше, чем культура. И служители клуба Кришна и сам Гададхар Пандит искренне надеются, что эта книга существенно обогатит и расширит наше понимание необычайно многогранного слова «религия». Владислав Каримов, Дан Хамитов, город Уфа.